ПЕСНЯ Я проснулся от того, что меня будила Алехандро. Я сразу почуял, что что-то не так. Алехандро объяснил Роме, что нам нужно сделать, дал ценные указания. Одеть шорты, футболку и уйти отсюда. И мне пришла в голову идея, что все-таки это испытание и с собой нужно взять самые необходимые вещи. Взяли с собой теплые вещи, взяли с собой подушки, взяли полотенце, чтобы укрываться. Я взяла зачем-то два пинцета для брови, мало ли что-то щипать, дергать, что-то еще делать. Вы так красиво смотрите на самом деле. Хватит сосаться с утра, слышите, жручит вода, подымайся, Амина. Сережа твой утренний стояк, Амина не воспринимает никак, потому что у нее сушняк. Я с Велом знаком еще до проекта, поэтому мне близок его юмор. Иногда он шутит реально смешно, мне это нравится. Ребят, надо вставать уже. Мы просто там сидим с вещами на выходе. Мы ничего тоже не понимаем. Нас раньше всех разбудили с вещами. Смешки вещи. Сказали собрать вещи на день. Очевидно, что вынесут письмо и скажут, что мы будем делать. Первая мысль, что они куда-то уедут, в джунглях будут жить или что-то. Не знаю, что-то такое я себе придумала красивое. Мне кажется, что мы будем в каких-то спартанских условиях добывать еду, непонятно где спать. А прикинь, нас просто Александр разыграл. Первый апреля в Мексике. Испытания всегда в черном конверте. Либо оттаили. За завтраком нам не перенесли письма, мы не уехали никуда. Мы просто подумали, что может быть в комнате что-то там травят тараканов мексиканцы или еще что-то. Амир, как всегда ухаживать за своим мужчиной? Разве это плохо? Помню времена, как ты за мной ухаживала. Я за тобой ухаживала? Я приходил, мне все было всегда накрыто. Какие были жуткие времена все-таки. Амина понимает, что Сергей ведомый человек, а Сереже нравится, это роль. Роль, собственно, ребенка, мамочка у него Амина. Вот так она за ним ухаживает, бережет. Доведешь Сережу до конца? Ты все-таки будешь с Тимуром. Милу едет. Какая нелепая информация. Я бы больше всего опасаюсь, что Вел захочет идти до финала со мной. Я не хочу, чтобы уходил Сережа. Так что пускай выбирает кого угодно, кроме меня. Чувствую, что он тебе нравится просто как вещь. В смысле как вещь? Вот он ходит, заслоняется. Вот, как на поводке. Да нет. И отличие в том, что он на поводке просто заслоняется, а я еще выполняю какие-то команды. Либо. И разные вещи. И он мне нравится как мужчина. У вас же не было секса? Пока нет. Он планируется? Угу. Я хочу видеть это. Хорошо. Сережа говорит, что между нами нет страсти. Ну, страсть мы называем секс. Я ему говорю, что секс, и я ему недавно править. Амина использует Сергея. Ну, что это за отношения, если у вас нету секса? Это несостыковочка какая-то. Поэтому Ашихсон и Амина сосуществуют. И выгодно. Ты мне же дадут иммунитет, как дам? Мне? Угу. Ну, ты бы хотела, чтобы мне дали иммунитет? Ну, я бы хотела, чтобы ты остался. А кто бы хотел? Димит. У него же такая команда, может ли? Может ли? Он надо разбомбить ее. Сам был, как всегда, завуалирован. Говорит о победе. Уж кто-кто, а Вэлла-то я знаю. Мы два ветерана каникул в Мексике. Он может надурить кого угодно, кроме меня. Поэтому, конечно, я смеюсь и радуюсь, но за ним наблюдаю. А что решил опять сюда приехать? Во-первых, это суперигра. Поэтому я, очевидно, должен здесь быть. Что, реально, что ли? В бумажке было написано, чтобы я шел в желтую комнату свою. Я, в принципе, и пошел туда. Привет, Вэлл. Прямо сейчас отправляюсь в желтую комнату. Мне показалось, что это еще не было. Пока не зайдешь в комнату, никому не вырисовывал это не вырисовываешь. Мне кажется, что сегодня будет индивидуальное испытание, потому что групповые уже были. Мне так хочется. Хочется пострадать немного. Очень страшно мне было находиться одному в этой комнате. Слава богу, спустя минуты 3-4 зашел Вэлл. Кто там? Привет, Снежана. Прямо сейчас отправляйся в желтую комнату и не покидай ее, пока не появится человек в белом. Пока не зайдешь в комнату, никому не говори ни слова. Это не розыгрыш. Слушай, Таир, я люблю жесткие испытания. Не просто там простоять на ногах, проходить на ушах, а действительно испытания, от которых в кровь происходит выбросы с адреналина, и после этого ты себя действительно чувствуешь крутым. Получается, человек в белом? О чем мы зашли в комнату, ребята? Мы можем разговаривать. Вэлл. Я вы не беспокоилась. Смотри на меня. Вэлл. Гребаные фрики. Я напялил на себя полотенце, начал ходить, как зомби, по комнате. Мы все веселились у бассейна, танцевали, брызгались водой. И я на мгновение поняла, что нет Снежаны, нет Ромы. Я пошла посмотреть. Захожу в вольную комнату, заходит за мной Алихан. Никому не говори ни слова, это не розыгрыш. Желтая, это вторая автомобиль. Я поднялась и увидела в этой комнате сейчас Снежану, Рому и Белла. Тут можно говорить уже. Нельзя выходить, да, отсюда? Пока человека в белом не выходит. Что-то, честно говоря, было задачным испытанием, как обычно, обдумывала всякие вариации. В записке было написано, что в комнате оставайтесь до момента входа в комнату у человека в белом. Человек в чем, простите, это? В белом. Вас не смущает, не пугает? Человек в белом? Потому что именно так одевались палачи. Я думаю, что врач придет. Какой врач? Придет Таина. Придет такой чувак с колпаком, знаешь, длинным таким, в белом. Повар. Тихо. Привет. Девань. Что? Мы сейчас все соберемся здесь, в моей комнате? Я думаю, мы сейчас соберемся. У нас три мальчика, три девочки, получается. Три мальчика. Слепуху давайте сюда. Сейчас придет Демид. Да, смешно. Я был только из бассейна, мокрый, в плавках. Пришел в желтую комнату и видел там других ребят. Стало интересно, что сейчас будет. Ты думал, ты один такой умный? А смысл нас всех перетаскивать сюда? Я это не понимаю. Мне кажется, перетащит всех, кроме одного. Лэл, ты не разыгрыш. Твой. Только яблочек. Мне похоже на губца. А? Который там остается. Вот так. Уйти, ну, было. Так, 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 так. Так, Велла человек, это который не загоревший. Не загоревший, это новый участник, который может прийти. Алихандр выносит мне записку. Первая мысль, которая у меня была, ага, какая-то обманочка, какая-то какой-то стеба Велла. Почему-то первое, о чем я подумал. Я зашел, не торопясь, помылся домой к себе, переоделся. Захожу в комнату, там сидят ребята. Ну, я сразу понял, что это никакой не розыгрыш Велла, что это наверняка испытание. Мне дали записку. Тебе тоже дали? Получилось записку от Алихандра. Вот, и Милла тоже. В срочном порядке. Приди в комнату Леопард. Никому не говорите, скажи, задание провалено. Таир. Кто хотел испытание, чтобы было? Кто-то идет. Тима реально, прикиньте. Тимур. Да здесь можно говорить о тебе. Тимур какими глазами зашел. Какими? Тихо. Мила. Мила. Дай полотенце. Амина? Да, с бумажкой. Потихонечку начали потягиваться все ребята, и мы поняли, что мы все здесь окажемся в одной комнате. Кто остался? Амина и Серега? Сейчас уберут Серега. На то и заведут Джексона, и все. Они будут вдвоем на вилле. А нам выходить нельзя. Чего-чего? Еще раз. Серегу уберут сюда, к нам. Амина останется одна. Можно говорить, да? А там нельзя выходить на турию. Стало интересно, что сейчас будет. Сейчас, может быть, придет Джексон, потому что Амина и Сережа еще там, а все ребята уже здесь. И сейчас будет какой-то экшен, какое-то испытание для них. Просто Амина решит поговорить с Джексоном, и она решит, за сто тысяч она поменяет ребят. За сто тысяч? Ну, за две тысячи. Что там происходит в этой комнате? Приходят такие мысли в голову о том, что мы сейчас будем сидеть здесь, а Амине пустят Джексона. Стоп, это вот. Амина? Пожрать я еще... Тихо. Амина? Амина? Все. Амина. Амина. Серега, стопудово. Ему не должны испуганить. Серега идет. Амина, не орать только, не орать на балкон. Амина. Амина. Серега, у Сереги тоже бумажка. Серега, ну-ка, тихо, тихо. Что, тихо, улетай. Можно не кжать. Предположение у нас сейчас, что это испытание для Сережи. Чтобы Сережа остался один на вилле и поговорил с Джексоном. У тебя бумажка? С бумажкой прикидываю. С бумажкой? Да, да. Все здесь. Все здесь. Все можно говорить, Серега. Следом за Амина зашел Сережа. И мы, все 11 ребят, оказались в одной комнате. Александра. В белом? Да. Ребят, давайте все сюда. В это конвертик. Стал. Спасибо. Туми, 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 туми. Давайте сядем, Амин, давайте сядем. Сядь. Все понятно. Все ясно. Мы живем в этой комнате. Мы живем в этой комнате. Я собрала вас здесь не просто так. Чем ближе финал, тем больше создается коалиция. Вы все меньше доверяете друг другу. И даже не пытаетесь понять это. Поэтому я хочу, чтобы вы провели в этой комнате сутки. Помните, что это время дано вам не просто так. Ведь в закрытом пространстве даже враги могут стать друзьями. Условия испытания очень простые. Вам нельзя выходить из комнаты даже на балкон. Только комната и ванная. Играть в крокодил, мафию, морской бой и прочие игры. Будьте креативными, используйте данное вам время с пользой. Занимайтесь спортом, пойте, танцуйте, говорите друг с другом. И возможно, тогда хоть в последней неделе, пожалуйста, дайте дочитать. В последней неделе на вилле будет меньше конфликтов. Справитесь, и сумма в банке увеличится на 300 тысяч. С этой минуты из комнаты не выходит никто. Удачи, Таир. Как в чем вы встречаетесь в праве с правой с вами? Чувак, дайте мне, пожалуйста, что ты тут живешь? А здесь работает кондер? Вот, он не работает. По мне, так замечательное испытание, интересное. Мне всегда было интересно, как вообще мы уживемся в таком маленьком пространстве. Блин, я поняла, что это крутое испытание, потому что мы в пионерском лагере, просто в одной общей палатке. Таир же не глупый человек, и он знает, как тяжело нам будут доставаться деньги. Все приперлись после басика, мокрые, красивые, в комнату, где нет ни полотенца, где все вещи забрал, я в лаунже оставил, где ничего нет, кроме одного матраса и 11 дебилов. Мы постоянно говорили о том, что у нас здесь ужин, а завтрак и обед. А написано, здесь мы будем скушать всегда? Ну, конечно, мне там сглодать заставить. Ну, логичнее. Слег, нет, так не делается. Что вы делаете? Делается, я вообще вижу умная кровать. Кирилл, я к тебе лягу. Я не вижу в этом задании вообще ничего сложного. Вот черт, я попала. Что нужно убегать, как только будет возможность. Самые первые бежать, чтобы пятки видны были. Помещение очень маленькое, толкаться я не люблю. Ненавижу, когда много людей. Как мы сможем спать ночью? А знаете, что, почему вам так сказали, что у нас же тут нет вещей, которые нам нужны. А вы первую необходимость поехали. Я только что с Аминой все это обсудила. Все вынесли, здесь ничего нет. Не хотелось бы, чтобы у меня дома все было необходимое для меня. Я привыкла, что у меня есть все. И здесь я понимаю, что я не имею возможности привести себя в порядок, и меня это угнетает. По мне, так я бы мог просидеть и неделю в таких условиях. Главное, чтобы кормить. Ребят, поделитесь подушкой, или у вас сколько подушек? На одну возьмите. А дайте одну подушку. Серег, передай Оле. Я в мокрых плавках, это отвратительно. А можно мне? Я в мокром купальнике тоже. Тебе я футболку дать? Да, да. Спасибо, давай мне. Мне Рома дал, спасибо. Спасибо, Роме. Я просто отдал все вещи, которые у меня оставались, грязные или чистые, девчонкам, парням, футболки, трусы. Девчонки мои носили как шорты. В общем, слава богу, что у меня хоть что-то осталось, я хоть как-то чем-то помог. Можно, короче, смотрите, что сделать. Забрать покрывало? Вот это, ну, здесь еще одеяло, и пульсится как две кровати, и все. Я сразу же обрадовался этому испытанию, начал обустраивать место для сна. Когда прошел, грубо говоря, один час, вот самое начало, я подумал, господи, ну ладно, 11 человек, ну ладно, сидят в моей комнате. Спустя два часа я понял, что, а почему в моей комнате? За что мне это? Почему мои вещи? Почему моя кровать? У меня ощущение ограниченности свободы. И сразу хочется куда-то пойти. Наша коммунальная квартира больше напоминает дурдом. Мне, в принципе, здесь очень сложно находиться с этими людьми, которые уже вот здесь у меня сидят. А здесь еще и я не могу найти место для себя. Чего ты хочешь от этого проекта за 20 дней? От этого проекта? Победите все. За 20 дней? Да, совершенно банально, просто победа. Я не думаю, что выиграет тот человек, который уже побеждал. Ты чушь помнишь. А мне кажется, выиграет тот человек, от которого никто даже не ожидал, что сможет выиграть. Тогда это я. Нет, это ты я. Или слепух. Что слепух? Это прошлый век. Ты или прицепилась так, ну, наплевает от тебя. Угу. Да ты терзаешь себе душу. Зачем? Не знаю, люблю, потому что. За что ты его любишь? За то, что вот он есть. Вот такой. Вэлл меня спрашивает в моментах, ну, ты же любишь Кирилла, ты же от Кирилла никуда не уйдешь. Я пока не открываю все карты, хочу присмотреться к человеку и посмотреть, можно ему доверять или нет. Но мне бы очень сильно хотелось. Настя, прожженный игрок, она будет делать все, чтобы добиться своего. Я ей вообще не доверяю. Вэлл очень скрытый человек, но как игрок, с которым можно дойти до финала, он подходит, я думаю, мне. Вы заклавали здесь на проекте? Ну, я его только в Сочеку. Ему сон вот этот важнее, чем ты. Конечно. Ну, я его люблю, мне даже видят. Член? Потому что это у детей? Нет, ну, для начала я готова замуж заболеться. Серьезно? Вот если бы он мне сейчас здесь делал предложение, вы мне нельзя. Я не наносить. Я не хочу отслушать. Или говорите потише, ну, серьезно. Я в суп. Ну, мать, просто такие разговоры. Да, закрутим. Давай. Временами у меня просыпается какая-то, может быть, жалость или еще что-то. Я начинаю понимать Настю, как она пытается меня вернуть. Я начинаю понимать, каково я сейчас. Естественно, во мне просыпаются какие-то человеческие качества. Давай зависим, конечно. У нас отдельно, но коммуналка, блядь. Коммуналка. У нас коммуналка. Саленц. Ром, ты куда? У нас коммуналка. Мы у нас романтик. Что? Что мы возьмем? А у вас нет снег? Скотчей не было? Слушайте, а давайте, может, чуть-чуть приоткроем, дырочку хотя бы сделаем. Что приоткроем? Душно, пипец. Вообще не работает в самом деле. Я решил заморочиться и сделать из туалетной бумаги шторы. Что-то говорить нет смысла, поэтому оставалось просто стиснув скулы, а видеть, как загаживают комнату, и просто молчать и дожидаться, когда же все это закончится. Ребята, зачем будем вытирать зад? С туалеткой там. Это туалетки? Все, идите, короче, не могу уже терпеть, правда. Амин, блин, минуту потерпи еще. Мне нравятся испытания, все весело. Все мы как-то начинаем больше общаться друг с другом. Единственное, что мне мешает, это нехватка воздуха, всякие разные запахи от участников. И еще мне нравится, что там находится в эл. Вот. Это дискомфорт номер один. Я бы даже сказал, что ты изверг. Посмотри, какая роскошная женщина с тобой. Ну, девушка. Я целую, пожалуйста. Я отслучу. Кучу. Настя меня уже не так действительно бесит. И да, я могу обнять Настю перед сном, поцеловать. Маленький прогресс, но есть. И я думаю, что Настя радуется этому. Звучит музыка. Е-е-е-е. Влеждая вечеринка. Бит, блин. Нет, слыв. Настя. Блять, блять. Блять, блять. Блять, блять. Это гол-гол, гол-гол. Мила и Тимур решили устроить в туалете гавайскую вечеринку. Возвлекались, веселились, надели цветочки друг на друга. Было очень мило. Это было смешно, прикольно и даже немного романтично. Главное не думать о том, что ты находишься в закрытом пространстве, иначе поедет крыша, и ты сорвешь испытание. Тебе нужно найти человека, с которым ты действительно можешь найти до конца. Я сначала предполагала, что это может быть Амином. Но Амином встречается с человеком, который является тебе другом. Но в то же время. Хорошо, это игра. Это игра, и все даже не могут. Настоящая фикция, стопроцентная. Ну слушай, ты же с ним общалась. Знаешь, Амине какие нравятся мужчины? Совершенно другие. Не такие. Такие, как я. Которые могут подчиняться. Но она с ним счастлива. У них глаза сияют. У них нет чеколки-чеколки. Это самое важное счастье. Это показательное тоже. Свиданка, да? Нет. Наш разговор перебил Оля, прибежала. И я не успела ему сказать о самом главном. Я хочу ему как-то намекнуть про свой план, чтобы он мне помог. Письма? Нет, какие-то там аксессуарчики. Для меня? Часы народ дарит часы нам. И снова здравствуйте. Выберите одного из вас, у которого будет ровно пять минут на то, чтобы принести вам любые три вещи. Спасибо. Обоздание – проигрыш. Принесет больше вещей – проигрыш. Беззребие – коллективно. Я могу, я могу пронести. Матрас. 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 Все сразу закричали «матрас, матрас, 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 матрас». Я согласен, матрас нам нужен. Матрас для всех, большой, удобный. Нам нужна гитара, расчетка, матрас, матрас, гитара и подушка. Девчонки, как обычно, давайте косметичку возьмем. Какая нафиг косметичка? Ой, давайте трусики или там эти шортики. Девчонки, что за бред? Это много, нет столько возможностей вещей. Девчонки, конечно, хотели как бы всякую гигиену, а парни думали сухо и прямо так, чтобы спать, что нужно? Матрас. Первое. Вот, поэтому трезвый мозг победил всякое безрассудство в виде косметики, трусиков. Ну, то есть, кила, но насчет косметики. Вот, это полный бред. Иди, короче, с лепухом. Поснег, давайте, подожди, Амин, не иди никуда пока. Нет, только у него секундомер дайте. Дайте, да, мне секундомер. Чтобы он видел, сколько времени. Ты? Да зачем? Два? Не надо пробовать. Один, побежал. Это пипец. Побежал слепух, потому что, не знаю, он сам вызвался. Я хочу, я хочу. Ну, бегает вроде нормально, спортсмен. Молодец. Решили матрас, гитара и простынь. Побежал, значит, я сначала за гитарой. Гитара вообще где? Забегаю, значит, в одну комнату, забегаю во вторую, в третью. Нигде гитары я не нахожу. Бегу в лаунж. Там ее тоже не оказывается. Тут я понимаю, что на секундомере остается уже пару минут, что нужно принести хотя бы что-то. Гитары не могу найти. В двух комнатах гитары нет. Давай вези матрас и ищу гитару. Думайте, 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 гитару не нашел. Советуюсь, так скажем, прям по ходу пьесы. Забегаю в комнату к себе, беру матрас, молниеносно затаскиваю его в комнату, захватил простынь. Смотрю, что на секундомере остается еще минута. Думаю, дай-ка еще раз контрольную пробегу, мало ли где-то не увидел гитару. Посмотри, в холле, в холле, в холле посмотри. А если нет, то что взять? Что взять, если нет? Бери тогда плед, если нет гитары. Слегка, следи за временем. Да, я слежу. Гитар вообще не вижу. Ой, ты не можешь найти, возвращайся, главное. Еще минута есть, минута есть. Давай, сейчас, ну, нет, гитары нет. Не переживай, не переживай. Быстрее. Да еще, еще. Возвращайся. Что, нужно подушку или плед, говорите? Ну, не вы еще минуты смеем. Подушку или плед? Простынь лучше, просто, криваться. Потому что есть простынь, можно взять и подушку. Все, заходи, 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 заходи. Гитара где? Лично мне важно было, чтобы принесли матрас, чтобы всем было где спать. Единогласно все решили, что нам нужна гитара, чтобы было повеселее, расслабить эту атмосферу, разбавить. Слава богу, гитару не нашли. Единогласно все решили, что все решили, что все решили, что все решили. Если нам покушать, все были очень голодные. Странно. Вроде сидишь, ничего не делаешь, а аппетит просыпается. Мы кушали в 11 рыл. Мы, грубо говоря, кушали там, где мы спим. Вытирая руки от простыни, таская одеяло. Где ты взяла это? Сразу сказала, что есть подранная пуховка. Дядя попросила дать мне ее, а ты зажала. Снежана вообще меня удивила. Я, если честно, расстроилась, что это все происходило у нее в комнате. Потому что у нее нифига нету. И еще она и маленькая жматярка. Зажала вещи мне, попросила дать мне какую-нибудь кофточку. Она, не знаю, очень странно отреагировала на это. Какая-то фиолетовая, причем не моя даже. Не моя, а тушь фиолетовая какая-то. Это моя реальность. Тогда я под накрашу вообще. Даже разрешения спрашивать не буду. Я ненавижу, когда лазают в моих вещах без моего спроса. Мила, ты достала реально гнать, блин. Я просто люблю, когда шарятся и поднимают все вот там. Бесишь меня. Бесишь меня ты. Да ты меня бейишь, жматяра. Я не жматяра. Особенно в таких ситуациях. Особенно в таких ситуациях. Я, в принципе, ненавижу, когда без спроса трогают мои вещи. И я прошу этого не делать. Это не жадность, это культура. Я себе не позволю никогда залезть в чужие вещи. И этого же самого опрошу к себе. А ну, ночи быстро. Ты мне веришь? Убери ногу. Ногу угрожай. Ты мне веришь? Посмотри на меня. Здесь разъедет. Она ржет. Надо ржать. Хожи им. У нее истерика нереальная. Снежана почему-то неожиданно для всего коллектива, я думаю, начала истерить. Я бы, наверное, посоветовал сходить к психиатру. Потому что уже очень резкие перепады настроения, смехов, слезы, какая-то неадекватная реакция на адекватные вещи. Разговаривай, разговаривай со мной, разговаривай. Говори со мной, молчи, разговаривай. Один, 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 раз, раз, два. Посмотри на себя, смотри сетку, успокойся. На меня смотри. Посмотри на меня. Отвлекаемся быстро. Раз. Смотри на меня. На меня, на меня смотри. На меня смотри. Может, где-нибудь на секунду оставь? На меня смотрим и забываем. Сначала у меня истерика, потом у меня опять-таки истеричный смех. Что со мной происходило, я не знаю. Сама для себя я не могу объяснить это. Все нормально. У меня впервые такое. Зачетная реакция для себя вообще-то. У меня ощущение, что меня просто давит вот это вот все. Я не хочу как бы на кровати ни с кем сидеть. Не то, что там неприятно или противно. Я хочу просто, чтобы у меня пространство было свое. Я не понимаю, что здесь со мной происходит в принципе. Я общалась со Снежаной, у нее была истерика, ей было тяжело. Это ужасное испытание. Так, внимательно. Отлично держитесь. Понимаю всю тяжесть условий. Поэтому предлагаю вам выбрать одного человека, у которого будет полчаса вне комнаты. Возможно, тот, кому сложнее всего. Он может делать что угодно и где угодно на виле, но вернуться обязан через полчаса. Я вас умоляю. Да дай это читать, а! Подожди. Опоздание даже на секунду приравнивается к поражению. И как всегда, никакого жеребия. Принемите решение большинством. Да, этому человеку запрещено принести с собой что-либо. Вернуться в комнату он должен в том виде, в котором вышел из нее. Таир. Ты ораку увела, твоя кандидата в армии. Да, я вернусь. Все, я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь, потому что мне реально сложно. Подождите, если она хочет, мне очень сложно. Я, снег, когда услышал о том, что можно выйти на полчаса, она начала сразу плакать, переживать. И это было очевидно, что снегу было нужнее из всех нас выйти. Зачем ей уходить? Ответа, что нормально стоит. Она хуже. Правда, пространство? Да вы не идёшь. Да, согласен. Опасен. Дядя, согласен. Опасен. 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 Она забыла, она не смешно. Она забыла, она не смешно. Примите, это не смешно. Блин, вернёшься, помоги скорее. Я думаю, что коллектив в основной своей массе не сомневался, что на волю, на 30 минут надо отпустить именно Снежану. Но в то же время мы не решили это большинством. Нам надо прийти. Мы не решили. Мы не решили. Ох, мне тяжело. Мы не решили сейчас. Нет, подожди. Подожди. Давайте отпустим Роба, потому что вообще попик реально. Что бы ни решил коллектив, мне было флёрз. Не задумываясь вообще ни на секунду, я взялась на Снежану и выгнула. Уходи и всё, беги. Когда я вышла, со мной вообще что-то странное начало происходить. Я начала нарезать круги по вилле со скоростью света. Потом у меня началась истерика почему-то. В общем, а здесь многие свои реакции я просто не могу объяснить логически. Мы не решили. Мы не решили. Мы не решили коллектив. Отлично. Смотрите, коллектив это мило. Коллектив не решил. Коллектив не решил. Она пошла. Отлично. Амин, меня раздражает, что мы детей все вместе решили. А мы решили вдвоём. Мы решили вдвоём. Чтобы она пошла в право. Нет, нет, подожди, не кричи, Настя. А если мы решаем, что она у нас реально общаться, то она тоже правильно будет. Понятно, Настя? Мы не приняли решение. Мы не приняли, ей тяжело. Снежана вдруг приспичила, что ей плохо, что у неё фобия на людей. Какая бы тоже фобия. Я бы хотела, конечно, не то, чтобы дать возможность Снежане выйти, а выгнать Снежану, чтобы отдохнуть в первую очередь от неё. Потому что она реально достала. Мы бы все решили, если бы она объяснила. У неё же истерика началась. Она же отрыстила. Она стояла нормально. Нет, её трясло. Она смотрела за дверь, мы её схватили за шлифт. Ладно, всё, ушла. Снежана убежала в самого уку просто. Многие обиделись, та же самая Оля. Но не столько, что именно Снежана пошла поговорить, а именно как это было сделано. Главное, чтобы она вернула. Сейчас, нет, я хочу... Ей так плохо, она пошла за косметичкой, накрасит гладкие и придёт обратно. Да, потому что вещей нельзя сюда. Она переживает, потому что мне брови дорисовать. Ушёл человек неадекватно. Надо решать больше ушёл. Она может не перейти вовремя. Сейчас человек меняет, она бы не меняет. Она сейчас заслёт под пальмой. Да, я ручаю. Она накрасится. Ещё нельзя сюда приносить, так она там накрасит. Полчаса, за полчаса можно всё, что угодно. Ты самая красивая, ты забыла, зачем тебе краситься-то? Что ты переживаешь по этому поводу? Ты если слышишь звон, не влезай, ай! Правда, не влезай! Ты поняла, про что я хочу? Заткнусь, пожалуйста! Я за заткнусь! Ты поняла, про что я вообще говорю? Многие начали упираться, и больше не из-за того, что снега они не хотели, а просто, я не знаю, просто... Лежний раз скандал какой-нибудь раздуть, там, поругаться, доказать свою точку зрения. Спасибо, ребят. Мила, Амина, спасибо большое. Да, ребят, все поддержали. Я слышала, что вы кричали, прям сильно очень. Кто кричал против? Я за Демилой голосовал. Нет, тебя поддержали все, что-то я, как будто легких. Я слышала. Я проистерила, я побегала, я почистила зубы. Ребятам благодарна. Я слышала крики, оры. Амина с милостью стояли за меня горой. Разошел конфликт как раз вот со Снежаной, ее выходом на полчаса. Начала на меня Оля орать матом, потом начала на Настя на меня орать матом, на что я уже просто не сдержалась, и уже шла ответить девчонкам, дать отпор. И Тимур сказал мне, заткнись. Хватит гавкать уже! Мне это говорят? Хватит гавкать. Да, хватит гавкать. Я была настолько шокирована, никакого права я ему такого не давала затыкать меня, и тем более это делать при всем коллективе. Это любовь, Тимур. О, ты толкнул! Короче, замкное пространство, плюс алкоголь. Я уже там, не знаю, срывался на Милу, говорю, заткнись. Ты не слушаешь ахинею, пьяную, вред. Она не успокаивалась. Я кидал ее до матраса. Что? Ничего, Оля. Ты насти, Настя, я еще не убью. Да я в табу один раз. Вот так, ну бог, она вырубится. Ты говоришь, почему молчит? Оля при меня, говорит, молчи. Я подошла, он мне кричит, при всех заткнись. Что это, Зов, манюх? Он меня при всех затыкает. Своих надо поддерживать. Так он еще и меня и засаживает постоянно. Пытается меня как-то опустить, как-то унизить. Я не знаю, но для меня это вообще такое общение непонятно. Мила начала прессовать, скандалы, оры. Мне уже это все не могу. Я слышу. Тимур, зачем ты успокаиваешь, что хорошо меня? Ты успокаиваешь Милу? А не за докажением, когда они матерятся. Да, успокойся, б***ь сам. Моя, что ли, б***ь? Нечего сказать больше. Что и девочки так, ну, Тим, ну, пожалуйста, сейчас просто уйди, я тебя просто умоляю. Снежана там что-то возникла. Что ты делаешь? Человек, который тебе не безразильно... Куда ты лезешь? Снег. Крыша у меня там поехала. Перезрала просто, блин. Голову включила, девочка моя? Ты самая лучшая, самая красивая. Голову включила. Она мне говорила, что она не плачет, а она плачет. Она человек. От обиды я расплакалась. Тимур, ты считаешь, что произошло? Ты насправедливость за правду. Ты считаешь, это нормально? Это норма? Это норма? Норма не жрать, чтобы не было потом провокации. А это норма? Чтобы она меня не обзывала, или кто-то в девушке не обзывает. Это норма, когда мужчина... Что ты делаешь в шляпу вступать? Это норма, извини. Ладно. Что норма? Это норма. Ты своё глаза видела? Когда ты целуешь женщину по ночам, обнимаешь её, целуешь. И когда она сейчас при всех плачет, ты засаживаешь её. Это норма? А? Если бы я не собираюсь разговаривать. Конечно! Лучше быть таким умным, порядочным. Я с тобой не собираюсь разговаривать. И я с тобой вообще не хочу говорить. Вот и всё. Ты обижаешь женщину, которую ты обнимаешь и целуешь. Тимур меня не поддерживал, не успокаивал. Только когда я начала уже плакать, вот тогда только ко мне подошёл. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. За какой головой? Дурно. Настя на меня орёт. А ты не орала? Ты молчишь? Я не орала сначала. Ты ни слова не сказала. Потом Оля начала меня орать. Ты не молчала. Когда я пришла, я заткнула их. Ты мне начал говорить, заткнись. Потому что я уже это и так и сделала. Не мне надо это говорить. Понимаешь? Не мне. Он мне подходит только когда я плачу. Когда мне плохо, я грущу. Я не понимаю. У меня что, всё время ходить с кислой миной, плакать? Я не знаю. Чтобы он был со мной рядом. Алкоголь делает своё дело. И народ становится агрессивнее, невменяемее. Происходят какие-то мелкие стычки. И всё это может перерасти в какой-то один большой конфликт. Сначала мне показалось, что испытание создано для того, чтобы объединить нас. Сейчас мне кажется, что всё-таки испытание нас всех рассорит. Давайте поговорим. А зачем вы на Ракли задаете такие вопросы? Давайте поговорим о музыке. Проверим наших вундеркиндов. Демида, например. У вас заключается, что умные люди должны знать математику. Все люди разные, в разных направлениях. Умные люди должны знать корень из девяти. Сергей очень угнетает приколы, подколы на тему его интеллекта. Мне кажется, слово «корень» уже снится во снах, приходит в ужасах. Потому что спустя неделю после моего вопроса на Оракуле Сергей подошёл ко мне и спросил, зачем я задал этот вопрос, что я имел в виду. Скажи мне, чем мне в данный момент в жизни понадобился корень из девяти? Вообще, вычисление корней, вот скажи мне, чувак. Сергей набрался храбрости и высказал свои переживания о том, что его это очень сильно задевает. Чувак, и мне просто неприятно то, что эта тема мусолится постоянно. Потому что я не считаю себя каким-то ущербным из-за какой-то школьной профессии. Когда ты был в телевизоре, мы сейчас... Вот вы считаете себя мужиками, да? Знаешь, в чём прикол? То, что я... Вот вы, подожди, вот вы считаете себя всем мужиками? То, что вы степёте себя девчонками, поднимаете руки на девчонок, оскорбляете, материтесь на девочек. Это настоящий мужик, который не оскорбляет, не унижает, а возвышает женщин. Амина, конечно же, тоже вступилась за маленького Серёжу. Ну а как же он без мамки-то, без мамки на сиськи? И Амина, такая вся русская баба, вписалась за своего вот такого вот муженька. Когда разговаривает двое мужчин, баба не должна лезть в мужской разговор. Мужик на то и мужик, чтобы решать проблемы сам. Амина и другие многие девочки не понимают этого. И лезут своим противным языком порой туда, куда реально не надо. Ты копил вот это вот в течение недели. Тебе не нравится? Подойди, скажи, ребят, давайте не будем. Подошёл бы и поговорил. Ты сказал, тебе не нравится, мы не будем больше понимать эту тему. Ты же ничего не говорил. Чувак, реально хотел подойти сегодня, а тут такое испытание. Он извинился и всё, мы как бы помирились, нормально как бы общаемся. Я не хочу ни с кем конфликтовать, и если Серёга попросил не поднимать тему корней и книжек, я не буду это делать нарочно. Слово книга теперь, так же как и слово корень, занесены в чёрный список. Слов у нас навели, их нельзя употреблять в присутствии Сергея, иначе он очень обижается и начинает плакать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Тима начались какие-то разборки с Милой. В общем, вот этот вот кавардак, помина идет ночевать в одну сторону комнаты, то тащит какую-то кушетку в другую сторону комнаты. В общем, и вот эта вот их шведская семья никак не может угомониться, полный бедлам. И я не думал, что испытания будут настолько тяжелыми, что так сложно лечь спать. Это уже не смешно. Кому-то смешно, кто не хочет спать, я лично хочу спать. Я не могу уснуть, когда шумно. Я прошу вас, ребят, призываю, пожалуйста. Давайте не устраивать эту церковь Барбару, хорошо? Я попрошу вас всех пойти в розовую комнату Фламинго, закрыть балкон изнутри и сидеть там до конца испытания. Что угодно может быть. Я не знаю, что за испытание может быть сейчас. Что смирновой можно дать? Мне кажется, она у нас все сделает. Боже, ты меня завел в тупик. Я уже знаю, что она про меня говорит. Не, моя мама зацитировала все слова. Говорились ваши отношения правы. Угу, понял. Вот дурак, даже в такую чушь верит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова